Обучать особенных детей все равно необходимо. Считается, что один из лучших способов их социализации – инклюзивное, то есть совместное обучение со сверстниками. Это касается школы в первую очередь. Если выбрать правильный подход, ребенок не чувствует, что отличается от других, пропадает его неуверенность. Но проблема заключается в том, что не все школы удобны для обучения детей-инвалидов. Да и зачастую сами учителя и ученики не совсем к этому готовы. Насколько приспособлены школы Реутова для детей с ограниченными физическими возможностями и что для этого делается сейчас, выяснял Владислав Момот. Светлана Цырушкина – учитель начальных классов. Несколько раз в неделю остается после работы. У нее начинаются специальные занятия с особенными учениками. Сегодня урок математики с третиклассником Арсением Канаевым. Начинаем урок. Готов? Хорошо, Арсений. Первым делом приготовьте, пожалуйста, презентацию, которую я вам выслала. Пусть бабушка тебе поможет. Арсений не может посещать школу. У него ограничения по здоровью. Потому обучается дома. Каждый урок, говорит бабушка ученика, мальчик ждет с большим нетерпением. Некоторые уроки учительница проводит индивидуально с ним, а некоторые уроки она проводит за компьютером. Ему это очень интересно. Программа компьютерная, она разнообразит его жизнь. Все-таки у нас ограниченность в движениях, а здесь он познает мир. Это стандартная практика для таких учеников, как Арсений. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями позволяет не выключать их из учебного процесса. В чем плюс, несомненно, дистанционных уроков? Из-за того, что ребенок болеет часто. И они то в больнице, то в санатории, еще где-то. Мы все равно поддерживаем связь. Программа не пропадает. Мы все равно общаемся и через скайп, и через почту. Он получает те же задания, выполняет всегда их, всегда в срок. В Риотове две школы, первая и вторая, уже несколько лет участвуют в проекте развития дистанционного образования детей-инвалидов. В этом учебном году в него вступает и шестая. Трое ребят из этого учебного заведения в ближайшее время смогут общаться со своими учителями в режиме онлайн. Наши педагоги пройдут курсовую подготовку. Курсовую подготовку пройдут и родители, и сами учащиеся. Еще одна важная, даже первоочередная веха социализации детей-инвалидов – инклюзивное образование. То есть, когда ребенок особенный, учится наравне со сверстниками. Здесь, говорят психологи, большая ответственность ложится в первую очередь на учителя. Учитель, он должен каким-то образом постоянно стимулировать, да, поощрять. То есть, здесь нужно, наверное, повысить самооценку самого ребенка с проблемой. Чтобы он не чувствовал себя, скажем, ущербным в коллективе здоровых сверстников. В Реутове пока примеров инклюзивного образования нет. Большинство школ построены по старому, еще советскому образцу. Потому детям-инвалидам порой в них элементарно не зайти. Однако эта ситуация пусть и медленно, но меняется. А инвалидов получается проход здесь? А для инвалидов специально открывается вот такая вот, пошире, проход, вот так. Десятая школа – пример того, каким должно быть современное учебное заведение. Инклюзивная среда здесь начинается с порога, а внимательное отношение к особым детям чувствуется повсюду. Правда, таких учеников здесь пока нет. Но, говорит заместитель директора Надежды Полтавской, для их комфортного обучения здесь есть все. Даже специальный туалет. Если ребенок попадает в какое-то затруднительное положение, то здесь есть специальный сигнал о том, чтобы сообщить. Здесь на охране раздастся громкий звонок такой, так, чтобы ребенку можно было помочь. Чтобы ребенку на коляске подняться на этаж выше, в школе есть несколько лифтов. Сделаны они с учетом возникновения чрезвычайных ситуаций. И помещение перед лифтом рассчитано специально для того, чтобы вот какое-то время, если тревога, если пожарная сигнализация срабатывает, а ребенок оказывается там, идет приточка воздуха, и ребенок не требует специальной эвакуации какой-то дополнительной. Десятая школа единственная на весь город. И понятно, что всех детей с ограниченными возможностями в одно учебное заведение не поместить. А потому формировать доступную среду нужно и в школах старого образца. Пример тому мировая практика. Однако начинать менять в первую очередь нужно не конфигурацию зданий, а отношение людей к таким особенным детям. Владислав Момот, Виталий Шкурин для РТВ